Однако здравствуйте! На фоне группового изнасилования несчастного Кипра бантой цивилизованных европейцев, события в Сирии отошли на второй план. Между тем, именно там совершаются вещи, имеющие самое прямое отношение к будущему не только региону, но и всего мира, и непосредственно России. Вот вчера в сто какой-то раз опровергнута информация об убийстве Асада, иранским охранником. Не было ни убийства, как нет никаких иранских охранников. И поток абсурдной лжи о Сирии, беспрецедентный даже по стандартам современной информационной войны, лучше всего демонстрирует, какие силы и какие деньги на это брошены. Это Дерай, один из южных пригородов Дамаска, где более трех месяцев идет зачистка копавшихся здесь боевиков. Никаких мирных жителей здесь нет. Война идет за каждую комнату, за каждый метр. Это маленький Сталинград или Грозный. Две трети боевиков иностранцы. Ливия, Египет, Тунис, Саудовская Аравия, Афганистан, Пакистан, Бангладеш. Есть и наши из России. Здесь в Сирии формируется, выковывается мобильная, отлично обученная вооруженная армия фанатиков для универсального международного применения. Как сказал поэт, в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. Смерть России сегодня, Сирия завтра Россия, Кавказский батальон, Путин, мы придем в твой кремлевский дворец. Кому непонятно, переведено на арабский, даже на арабо-английский. Аса, ты Путин, кровавые шайтаны, Тибет, поднимайся на джихад. Это ничего, что у буддистов плохо с джихадом. Сказываются пробелы в образовании в нашей родной Чечне. Вообще, интеллектуальный уровень, навербованный в Сирию со всего мира швали, оставляет желать лучшего. Есть публика совершенно первобытная. Некоторые товарищи, например, абсолютно уверены, что они воюют в Израиле. И убедить их в обратном невозможно. При этом израильтяне на голубом глазу этих выродков лечат и вооружают. Мы защищаем Сирию. Мы воюем за единую Сирию. Мы хотим, чтобы Сирия оставалась в целости и сохранности. Мы не хотим раздела Сирии. Мы воюем внутри Сирии с внешним врагом, с Израилем, с Катаром, с Саудовской Аравией, которые поддерживают терроризм. Наша цель – это победа. Мы вернем безопасность. Сколько бы ни было крови, мы победим. Халет, капитан элитной бригады, один из лучших сирийских танкистов. Человек, который не покинул свой подбитый танк и продолжал бой, что, собственно, видно в кадре. Это человек, которому стоит верить. Сунит, между прочим. Человек, за голову которого уже назначены награды, и которому уже нечего терять. Вообще-то, лица сирийских солдат нельзя показывать, особенно суннитов. Их родственников похищают и убивают. Вообще, война с террористами в Сирии – это не политическая формула. Это действительно тотальный террор. Убивать и запугивать, убивать и запугивать. Источники человеческого сырья, исламских фанатиков и нефтедолларов, заливных монархий практически неисчерпаемы. Это фантастическая, сюрреалистическая картинка. Самые дикие славийские деспотии финансирует, а цивилизованный Запад поддерживает, воспевает и вооружает толпы первобытных мракобесов и головорезов, уничтожая самую терпимую и толерантную страну не только в арабском, а вообще в мире. Сирийская экономика выдержала два года санкций террора, системного разрушения инфраструктуры. Сирийская армия за эти годы набралась уникального боевого опыта и очистилась. Все, кто мог дезертировать, уже сбежали. Рухнет Сирия, и вся эта шобла, межонная шваль припрется к нам. Больше ей все равно деться некуда. И дырая будет не в пригороде Дамаска, а в пригороде Москвы. Сегодня, сейчас, сирийская армия воюет, истекает кровью за нас. Нечастый случай в отечественной истории. И за это ей, как минимум, надо сказать огромное человеческое спасибо. А лучше помочь материально. Однако, до свидания.